всем привет дорогие друзья сегодня готовлю очень вкусный и креативный новогодний десерт увидела его на просторах интернета и сразу решила что нужно его приготовить так сметану высыпаю в большую миску все граммовки будут в описании под видео к сметане также добавляю сахар обычный и еще в этом рецепте использую пакетик ванилина размешиваем хорошо сметану и оставляем на 5-7 минут после 5-7 минут сметана хорошенько объединится с сахаром не будет кристаллика все будет идеально пока она бухает сахар в сметане мы занимаемся желатином высыпаю желатин тоже в миску любую пиалочку и заливаю кипяченой водой но уже комнатной температуры и оставляем желатин до состояния пока он полностью набухнет и будет густым наш желатин уже готов посмотрите как хорошо он приготовился набух про его в микроволновку немножко растапливаю и еще процеживать через ситечко чтобы не оставалось каких-то зерен кусочков в 4 захода где-то добавляю в нашу сметану сахар в ней уже полностью растворился поэтому можно добавлять желатин четыре захода добавляю каждый раз перемешиваю хорошо чтобы не образовывалась комочках и в принципе наша заливка для десерта абсолютно готова итак полтора литровую бутылку сверху отрезала чтобы ровное было сверху горло и наливаю на дно три-четыре столовые ложки нашей смеси отправляю в холодильник чтобы дно полностью застыла сразу говорю бутылку желательно брать конечно же круглую гладкую чтобы удобно потом было доставать десерт для этого десерта нам еще потребуется мандарины очищаю мандарины на две бутылки у меня уходит 10 мандарин мандарины советую брать не сильно созревшие чтобы они не разваливались а были достаточно плотными пока очищаю мандарины в бутылке нижняя часть уже застывает в холодильнике и уже сейчас будем формировать наш десерт на такие вот деревянные шпажки нанизываю 5 мандаринок у меня на одну бутылку уходит пять штук и вставляю в бутылку уже внизу застывшие сметанной массой все вставили туда мандарины перелила сметану в более удобную емкость чтобы можно было наливать в бутылку с таким вот разъемом и заливаем в бутылку полностью сметану чтобы покрыть полностью мандарин последний верхний мандарин видите у меня немножко ребристая бутылка но это все что было у меня под рукой вам советую обязательно выбирать гладкую так будет еще намного красивее смотреться десерт ваш как только залили полностью десерт отправляем его в холодильник на 45 часов это минимум я вообще отправила на всю ночь поэтому он получился просто идеальным я его уже разрезаю прошла ночь утром вот такая красота у нас уже была на столе к чаю очень прекрасно будет смотреться десерт на новогоднем столе посмотрите как красиво смотрится мандарин в сметане кстати этот десерт называется мандарины в снегу абсолютно актуальное название так она и смотрится так что от души советую очень нежный не сильно приторный не сильно сладкий освежающий отлично застывает и прекрасно смотрится на вашем праздничном столе и